добрый добрый день дамы и господа здравствуйте дорогие друзья продолжая наши бухарские впечатления и после нашей предыдущей прогулки по старому городу бухары я получил немало комментариев от вас относительно того что на этом не заканчиваются интересные места и достопримечательности города именно поэтому сегодня прямо сейчас если хотите продолжение вторая серия сегодня мы посмотрим те важные вещи которые чуть разбросаны по городу находится чуть в стороне от центра и начинать будем вот здесь посмотрите в бывшем парке имени кирова вот так мило здесь вращается колесо обозрения вот там какие-то детские аттракционы и попкорн интересные согласитесь вид для города которому две с половиной тысячи лет более того много ли вы знаете парков имени кирова пускай и бывших где находятся архитектурные шедевры девятого десятого веков вот в бухаре это возможно друзья потому что вот этот парк ну практически культуры иногда еще и отдыха он сегодня переименован в парк саммонидов потому что именно здесь больше тысячи лет назад был их некрополь именно здесь был построен их мавзолей именно его мы с вами сейчас и посмотрим сам парк немаленький скажем так так немножко вытянуть запада на восток зелененький с пешеходными тропинками дорожками аллеями и деревьями все что называется как полагается то тут то там встречают нас пускай хоть и искусственные но аисты напоминая о том что аистов когда-то здешних краях было много вспомните форму ножниц которые мы сами говорили во время пешеходной прогулки по старому городу и вот друзья он и вот он тот самый мавзолей скажите что может быть это не самое яркое здание из тех что мы сами видели в узбекистане правда не самая колоссальная практически не украшенная не майоликой не на той самой голубой плиткой но это еще раз девятый десятый век здание практически без изменений дошло до наших дней и здесь в этой архитектуре прослеживаются еще зороастрийские традиции зороастрийцы огнепоклонники язычники которые еще будут достаточно сильны и которых будет сохраняться еще немало даже в девятом десятом веках когда здесь будут править те самые самониты хотя казалось бы уже в седьмом-восьмом ислам придет на эту землю окончательно но еще где-то там в домах где-то в селениях вот эти вот языческие идолопоклоннические до настроения не сохранялись очень долго и архитектура то мавзолея мы сами сейчас будем знакомиться с не чуть подробней она даже не очень исламская так знаете ранне исламская что называется и чудом совершенно сохранившиеся более того еще нет ни традиции не знания как делать ту самую кубльтовую из альзоксидом меди плитку поэтому видите весь декор это лишь кирпич разные по форме и разные по кладке сейчас будем смотреть перед тем как подойдем хочу показать вам здесь на старой фотографии как выглядит этот мавзолей вот тут отлично видно что во первых наверху вот здесь на куполе винти находится гнездо аиста да а вокруг находятся могилы могилы тех самых зарастрийцев сохранялись повторюсь эти верования и после прихода сюда ислама поэтому вокруг нас с вами прямо сейчас кладбище очень интересно зарастрийцы почитали святыми четыре стихии огонь воду воздух и землю и поэтому их нельзя было осквернять во время обряда погребения усопшего поэтому не хоронили в земле не сжигали не выбрасывали воду а оставляли усопших на съедение диким животным и вот оставшиеся кости их уже помещали такие невысокие куплообразные сооружения некрополь вот в том числе один из таких находится там внутри сейчас о нем поговорим кладка очень необычно во первых то тут то там выступают такие белесые посмотрите пятна что ли следы это в первую очередь конечно привет очень непростому климата здешних мест очень много соли просто в земле и поэтому воду тут соленую воду периодически отсюда приходится откачивать чтобы здание не разрушался очень интересный видите это не кирпич сырец это именно кирпич обожженный поэтому здорово сохранился кладка по-разному себя ведет вот это вот колонны посмотрите как из кирпича можно сделать до окружность крайне любопытного там резные колонны где голубь сидит необычные портал как здорово сделан и видите сама сама стена девушка не обходит по кругу до мозолей 21 марта наврус это день тоже такого весеннего солнцестояния опять же в исламе нет обрядов связанных с огнем а еще до недавнего времени в узбекистане здесь в бухаре сюда к этому мозолею самонидов приходили со свечками узбеки ставили свечку определенное место в нишу и вот так обходили по несколько раз мозолей загадывая желание считалось что если свечка не погаснет пока вы вот эти вот круги нарезаете то желание точно сбудется представляете то есть это еще вот до недавнего времени была история ведь сегодня она и для туристов тоже сохраняется необычно интересно насчет сохранности здания мы сами говорили что 13 веке придет на бухару чингисхан и действительно городу здорово достанется уже даже в тринадцатом столетии самонид их помнили их почитали и легенда гласит что здание закрыли холмом песчан чтобы спрятать от полчищ чингисхана и таким образом мавзолей был сохранен вот хотите верьте хотите нет ну представляете очень здорово смотрится купол может он вам так показаться да чуть подновленным так и есть он был немножко обновлен переставрировал но в целом и сама кладка и сами вот эти кирпичи они не они они такие же не такие же как и тысячу лет назад друзья большому счету из этой архитектуры вот такой архитектуры некрополей вырастет в свое время и мавзолей того самого тимура и мавзолеев шахи зинде которые мы сами видели шахи зинды это архитектура которая достал чок развитию вот подобных строений это очень здорово и друзья точно нужно видеть и обязательно нужно зайти внутрь что мы сейчас с вами сделаем эти пошли ходить кругами вокруг здания наши путешественники теперь мы с вами зайдем и тоже так чуть покружимся здание которое может быть с снаружи выглядит не так массивно изнутри потрясает своим объемом смотрите очень сложно подобный купол соорудить и не просто его установить было еще посмотрите как вот это сама сила купола она давит вот на эту галерею 16 гранник потом восьмигранник потом четырехгранник уже самого и нигде ничего подобного не видят друзья я не знаю к какому типу классу виду отнести подобную постройку это все кирпич который здесь становится просто уникальным декоративным элементом более того здесь открытые эти галереи там он голуби в них сидят и вот такая вот полукружная по полукруглая постройка на что-то вроде склеп вон для останков тех самых саммонидов вот так друзья что-то совершенно уникальное узбекистан продолжает удивлять это надо видеть своими глазами и так мы с вами выходим познакомились с мавзолеем саммонидов как снаружи так и внутри но на этом интересные вещи здесь в парке саммонид не заканчиваются поэтому идем дальше ну а дальше покидая наш чудесный вязаный шерстяной мавзолей мы с вами проходим вот такой бассейн этот к сожалению без воды сейчас но вода в парке есть посмотрите здесь расчудесный пруд где можно взять в аренду катамараны и вот так вот отдохнуть у воды понятно здорово что есть такая возможность в городе где летом совершенно спокойно может быть плюс 50 поэтому-то в середине дня как раз вымирают эти города ну правда очень жарко и все дела стараются горожане сделать как раз первую половину дня и например детей могут совершенно спокойно отпустить гулять в 10 в 11 потому что ну дети просто спят днем что очень и очень жарко хотя не такой влажный воздух все-таки там как в петербурге естественно поэтому даже эти 50 но так более или менее с грехом пополам но переносятся вода хорошо ее тут немного но тем не менее вот такой аккуратненький видите пруд здесь есть и дальше мы идем в сторону крепостной стены сейчас ее пока так не очень будет видно она была огромной свое время 12 километров в длину только представьте первая стена появится еще до нашествия арабов в бухаре потом самониды ее выстроят вот ту большую от которой ну конечно мало что осталось после монголов и чингисхана вот эту выстроит уже шейбаниды то есть это уже там какой 16 получается она сегодня тоже огромная длиннющая кое-где сохранились связные ворота где-то ведутся реставрационные работы и весь 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 город вот подобной стеной был свое время опоясан мы с вами сейчас находимся внутри города как вы понимаете а сейчас за крепостную стену как раз зайдем и мы сами говорили о том что у крепостной стены с внешней стороны частенько разбивались рынки и базар потому что караван сарай который не успел к закрытию городских ворот прямо у стены и раскладывал свои товары поэтому находились те кто с ними начинали как-то взаимодействовать торговать и в действительно все рынки они во многом вот так находятся то есть у подножия крепостной стены чуть в стороне от самого города и поэтому друзья мы с вами сейчас отправимся на рынок истина как же но я знаю какой соскучились по мне одному видео из узбекистана не обходится без рынка поэтому если вы еще не обедали то срочно выключаете это видео а если вы хотите посмотреть бухарский рынок которым опять же уже несколько веков настоящий яркий со специями вот здесь надо обратить внимание на специи так вот если все это вы хотите увидеть то во первых никуда не уходите подпишитесь на мой канал поставьте нравишку вы можете канал поддержать в сервисе бусти если смотрите это видео из россии или становитесь спонсором моего канала если смотрите видяшку мою из любой другой страны идем 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 ох друзья понятно что рынки средней азии это такая вот особая просто даже не знаю как сказать это особая культура это особый мир и они абсолютно не похожи друг на друга сегодня вы в этом тоже убедитесь мы сами уже были на рынке в ташкенте на рынке в самарканде и вот он бухарский базор базар соответственно когда-то колхозом назывался советские годы идем сегодня будний день поэтому может быть так достаточно ну оживленненько потому что сейчас еще первая половина дня ой какая морковка роскошная вообще а это свекла а вот это кто такой будем джон ах баклажаны обалдеть вот это да спасибо бун джон это сильно это сильно вот уже и выпечка пошла смотрите все в масле жарится прямо при вас боже так это вот так надо тесто опы сюда да 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 не тебе ой класс какие пирожочки самца слушайте вроде позавтракал но если честно виноградского самого алейка да что то уже как-то если напрям потекла так тут у нас С виноград рядом курочка, вот такая вкусненькая, хорошенькая, сухофруктики. И идем уже вкрытую часть рынка, зеленушечка, яблочечки и носки. Ну, правильно, что, все сразу вместе. Ассаляму алейкум. Вот оно, друзья, начинается великолепие. Ароматов добавляет кукурузка. Ай-яй-яй, класс. Вот он. Это так, чтобы вы представляли себе масштабы, да. Крытый, поэтому ему не страшна жара и прямое палящее солнце. Огромный, ну и прекрасный, естественно, в чем сейчас будем убеждаться. Вот так бухари на рынке продают мед. Вы смотрите, да, это мед, друзья, причем он тут в сотах. Вот такой, перчики всякие разные. Лимончики чудесные, узбекские лимоны. Ну и знаю я, как любите вы мясные ряды, поэтому не могу не заглянуть сюда. Здесь, что-то говядина, по-моему, да. Говядина, да? Ой, какая красота. Чистая говядина. Чистая говядина, да, спасибо. Вот так, друзья. Вот такие дела. Да, вон мясник работает, надо пойти это смотреть, правильно? Так, а, копытца, копытца отдельно. Ассаламу алейкум. А это чьи копытца? Это кто? Какое животное? Это бык. Бык. Ага, все. И что с ними делают? Как-то варить надо или что? Это есть вообще можно? Суп? А, на суп. А это языки, да? О, а это? Это легкий. Легкий? Класс, спасибо. Репортаж? Да, 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 спасибо. Репортаж, да. Ладно, идем. Но, друзья, если вы еще в сознании, то тогда мясные ряды оставим, да? Пойдем уже смотреть овощные и специи, как обещал. Тут с овощами все понятно, все очень недорого. Все свежее, все вкусное, все дают попробовать. А специи, посмотрите, возят вот такими прицепами, вот просто, да? Вот прицеп специй. Потрясающе, да? Самое интересное, что за, ну, там, считанные какие-то, не знаю, 10 долларов, здесь можно накупить просто мешки вот этого всего. Вот такого перца, например, посмотрите, стручкового, роскошного. Я же не говорю там про капусту или кабачки, там, или баклажаны. То есть все недорого так, что диву даешься. Правда. И это доставляет особое удовольствие, конечно, во время путешествия, когда понимаешь, что ты на этом рыночке можешь себе позволить многое. Это очень классно. И все свежее, и все вкусное. И, главное, октябрь – это отличное время как раз для того, чтобы прилетать в Узбекистан. Потому что все будет вот так, видите? Вот все будет в таком изобилии. Ну, а вот так роскошно, с деревянными колоннами выглядит та часть рынка, где торгуют овощами, фруктами и мясом. Вот такие арки встречают вас с улицы, и это главный вход как раз на рынок в Бухаре. А вот это, вроде бы, так на первый взгляд скромное здание, и есть самое главное – это маленький рынок специй. Ну, как маленький, маленький, может быть, по меркам Узбекистана, но нам с вами точно хватит. Помните, мы с вами вспоминали про оттари, про этих торговцев с специями, которые свой ароматный и дорогой товар довозили до Бухары. И отсюда, собственно говоря, вот эта вот мода на специи, на ароматы, на все вкусняшки, которые позволяли консервировать, в том числе, еду во время долгих походов распространялась. Так вот, в 21 веке все точно так же. Узбекистан, бухара и специи, друзья, которые здесь, вы видите, возят, ну, просто вот такими телегами. Ассаляму алейкум! И мы с вами сейчас туда пойдем, мы с вами туда нырнем и даже попробуем все это унюхать сквозь камеру. Надеюсь, что у нас получится. Во-первых, здесь в Бухаре совсем другие лепешки, заметьте. Не похожи они ни на самаркандские, ни на ташкентские. Ассаляму алейкум! Вот такие вот вкусные, со всякими тоже приправками. Не, не, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Это с чем? С луком. С луком, вот это да, лепешка с луком. Пробую прямо при вас. Спасибо большое. Чудесно, сейчас, получается, буду жевать. Вы пока смотрите, я дожую. Здесь же вот так все здорово украшено, посмотрите. Рынок действительно производит впечатление, в том числе и вот так. Внешне. Здесь пошло сладкое, конечно. Халва бесконечная. Ассаляму алейкум! Можно попробовать? Спасибо большое. Вот спасибо, рахмат. Не, 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 сейчас, сейчас, по одной, по одной. Сейчас, сейчас. Сначала, а то не распробую вкус. А это с висташками, да? Ммм, мм, мм. Довиньте, не пройте мимо. Дошла новая девушка. Сразу ее угощают. Здесь же кристаллический сахар, вот этот знаменитый, друзья. Ммм. Но я обещал вам специи. Поэтому мы идем сюда. Да, тут еще сухофрукты. Тоже никуда без них. И опять же, все дает попробовать естественно. Но и орехи, и изюм, и курага. Ассаляму алейкум. Не, не, спасибо, спасибо, спасибо. Если я буду все время есть сейчас, друзья, то я ничего не успею сказать. А я хочу вам показать самое главное. Специи. Очень здорово, что прямо при вас могут сделать какой-нибудь авторский микс, например, чего-нибудь. Вот тут. А вот, кстати, совершенно потрясающая история. Знаете, что это продают такое? Это глина. То есть это камни. Это глина. Да, это глина, которую можно растолочь, например, в воде и намазать себе на лицо. И тогда вы минус 10 лет скидываете сразу, мгновенно. А можно просто вот так вот есть и кусать. Беременные так делают, те, у кого кальция мало в организме. Вот так. А это белые квасцы. Белые кто? Квасцы назвать. Квасцы. Да. Ага, ну сахар, да? Понял, понял, понял. Отлично, спасибо. Здравствуйте, ассаляму алейкум. А вот это специи, да? А вот это прямо самые что ни на есть. Расскажите, куркума? Да, куркума. А это? Паприка. Галлина бланка. Галлина бланка? А, местная, интересная, узбекская. Отлично. Это болгарский. Болгарский перец. Укроп. Укроп, просто сушеный укроп, ага. Это набор, микс. Понял, понял, микс. Отлично. Кинза. Зира. Зира. Белый зира. Отлично. А сколько стоит, например, вот такая палочка корейцы? Две? Две тысячи сумм, одна палка? Да. И любую можно выбрать, да, получается? Любую можно выбрать. Корица, да? Корица, супер. На пять тысяч сумм три штучки, вообще замечательно. А это кто такой? Это бессмертник. Бессмертник, ага. А вот это? Это асап чай. А как? Асап чай. Асап чай? Асап. Понятия не имею, что такое, но ладно. Или братан, имбирь. Имбирь? Имбирь, это сумбулер. Сумбулер. Да, сумбулер, окей. Хорошо. Ассаляму алейкум. Рахмат, рахмат. Да? Набор. Да. Набор для всего можно сделать. Все здорово, сейчас приду. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, рахмат. Видите, у каждого здесь торговца свои специалитеты, да? Вот это явно для чая. Вот это опять же, да? Такой снежки. Ассаляму алейкум. И вы тоже делаете набор для всего, да? И все перетираете прямо вот так вот. А это ступка там, да? Это приправленный набор. Это молотить. Ага. Да. Это молотить прямо. А, вот так. Ох, ничего себе. Ну-ка, как это? Ого! Вот это да. Так сейчас же ароматы будут самые-самые, да? Да. Свежеперемолотые. Свежие. Боже, боже, боже. Да? Ну-ка, друзья. Вместе с вами. Боже. Голова кружится, понимаете? Кружится голова. Посмотрите, вот зира, которую только что перемололи. Вот прям для вас. Отдаю, отдаю. А, вот такая она была, да? Да. И вот такая она стала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Супер. Это ваша, это ваша, да? Это вы. Вот это да. Представляете, человек на рынке торгует специями, пишет книги. Лечебный чай. Лечебный чай. А, книга, да. Здесь есть, да? Так. Сейчас я вернусь. Спасибо, здорово. Отлично. И вот так с каждым можем. Ассаляму алейкум, здрасте. Откуда вы сами? Мы из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга, да. Красивый город. Красивый, очень красивый. Что вот это такое? А? Кто это такой? А, это имбирь. Просто он сушеный такой. Все, понятно. Вот это зира нашей местности. Да, да, да. Которые сейчас вам они показали, это иранская. Это наши. Ага. Вот, посмотрите. Это мелкая зира, да? Ого. Вот, и не такая вот, смотри. Зира идеальна для плова. Да, вот это не хорошее. Это иранская, да? Да, вот это. Вот это наша местность. А вот это местная, узбекская. Все, то есть она должна быть помельче и не такая черная, да? Нет, это уже год гарантирую, ничего не будет. Ага. На эту зиру я месяц гарантирую, все. Ага. Честно скажу. А после того, как размололи специи, как долго они еще держатся? То есть, ну как? Да, ничего не будет. Ничего, нормально, да? Ничего не будет. Понял. Чуть-чуть сделать для плова, давай. Сейчас, сейчас приду. Да, да, конечно, конечно. Спасибо, спасибо. И, друзья, понимаете, да? Вот так можно здесь поговорить с каждым. Все попробовать, выяснить, что вы хотите взять, да? Это же, это же фантастика. То есть сюда приходишь не то, что для того, чтобы купить специи, потому что, ну понятно, что килограммы их не сильно-то и нужно, а для того, чтобы просто открыть для себя новые грани, в том числе и узбекского характера. Вот так, вот так. Без покупки отсюда уйти нельзя, поэтому я сейчас выйду, поставлю камеру на паузу и пойду, все куплю. Полный рюкзак специй у меня, друзья, мы продолжаем. Рынок это целый город вообще, со своим центром, со своими окраинами. Здесь вот очень любопытность, что стоит, видите, огромные канистры с маслом. Масло подсолнечное оно из России, а вот это темное, это масло хлопковое. Вот то, на котором как раз частенько такой классический плов и делают. Оно чуть более темное. В скором времени поедем с вами через пустыню и посмотрим, как хлопок растет. Ну а здесь посмотрите, Бухара город контрастов, то есть вот он рынок. И если знать, в какую именно дырку в стене нужно пройти, то вы сразу так оп и попадаете совсем в другой город, видите. Здесь уже такая современная архитектура, мемориала имама Аль-Бухари, симпатичная площадь и источник Иова. Ну а можно так сказать, сегодня это музей водоснабжения Бухары. Музей истории того, как появилась здесь вода и центральное водоснабжение. Вода в этом городе всегда играла особую роль, поэтому пойдемте смотреть. Сам музей состоит из трех залов. Все они в основном посвящены как раз воде, водоснабжению. И вот посмотрите, карта тех самых хаузов Бухары, начала 20 века. Мы здесь видим, что их больше ста, друзья, больше сотни. И вот с Ляби Хаус мы уже знакомились, если помните, когда по Старомун-центру гуляли. Вот здесь мы с вами были на берегу этого бассейна. А вот этот Болл Хаус увидим сегодня. Это фотография начала 20 века. Вот в таких кувшинах, вот в таких ведрах, вот в таких вот громных, таких, знаете, как рюкзаках, что ли, из кожи воду разносили по городу. Вода ценилась, конечно, на вес золота, потому что воды здесь немного. Вы это отлично видите. Вот она речка Заравшон, вот она Амур-Дарья. И та, и другая сегодня не самые полноводные. И вот оно снабжение как раз Бухары этими двумя реками, которые мы видим. Где вода, там и бани. И вот здесь, видите, карта как раз тех бухарских бань начала века 20-го. Здесь их 20 штук можно насчитать. Вот так все это выглядело в свое время. По большому счету, тут все точно так же выглядит. И сегодня, я вам доложу, так же баня выглядит. Купольная такая постройка. Вот современная фотография как раз. И там вас и мнут, и массажируют, и моют, и скрабят, и все с вами делают. И это стоит себе, возможно, нельзя. Хотя бы не рад жизни. Эта часть посвящена такой штуке, как Сардова. Сейчас покажу, как выглядели. Небольшая постройка, которую пустыни устраивали. Как раз на том самом великом шелковом пути, чтобы можно было воды набрать. А вот здесь та самая орельская катастрофа, друзья. В Винте вот так выглядит кладбище кораблей неподалеку от бывшего берега Орельского моря. И видите, как за полвека оно уменьшилось с почти 70 до почти 9 тысяч квадратных километров. И понятно, что здесь много говорят как раз о бережном отношении, рациональном отношении к воде. Здесь же есть небольшой источник. И, собственно говоря, источник его называемый, источник Иова или Аюба, святого человека. Там внутри небольшой мавзолей учителя Махмуда Аль-Бухари. И тоже видите, как интересно, никуда не делся мавзолей, даже когда уже на свет появился музей. И даже вот такой вот шест хвостиком, как мы с вами видели, да, в Самарканде. Как память о том, что здесь захватывали, собственно, не хочу. Вот такой музей, друзья, достаточно оживленное посещение. Чуть посмотрели. Ну а вот так выглядит этот чудный музей с внешней стороны. Вот эта площадь перед рынком. И что касается мемориала, туда как-нибудь сами заглянете, друзья. Вот посвященный как раз этому имаму Аль-Бухари, собирателю хадисов, очень известному человеку. Его могила рядом с Марканом очень посещаема и жила в Бухаре, поэтому здесь о нем вспоминают. Вот такая площадь уже с современной, вы видите, посадкой, с симпатичной плиткой и даже музыкой. Тут, видимо, очередная чихана. Но мы идем дальше, друзья, смотреть окраины центра Бухары и отправим сейчас в сторону напорной башни. Раз чуть поговорили мы с вами о том, как вознаграждение было устроено в городе в свое время, и действительно вода ценилась на вес золота, пора и сказать о том, как решили эту проблему в конце 19-го, начале 20-го века не без помощи хорошо известного вам инженера Шухова. Сами городские улицы Бухары так по большому счету и не очень-то отличаются от любого другого узбекского города. Тоже много белых машин. Тоже то тут, то там поднимается дымок от шашлычных. Здесь вот прямо на улице, видите, стоит такой вот переносной тандыр. Ну, передвижной, скажем так. Также в чихане сидят старцы-тюбетейках и рассуждают о судьбах мира. А, ой, аромат хороший. Шашлыка. Ну и, конечно, такая редкая, но тем не менее ценная зелень. Ну, если хотите, это такой географический центр Бухары сегодняшний. Такая большая круглая площадь как раз у Болухауза. Сейчас мы с вами к нему подойдем. И вот уже видна та самая башня. Посмотрите, вот обилие таких узнаваемых металлических деталей конструкции. Сразу, как мне кажется, легко, да, и каждому подскажет автора постройки. Это, конечно, башня Шухова. Мы с вами сегодня ее увидим изнутри. И даже поднимемся на самый верх, друзья. Поэтому никуда не уходите, а вы же подпишитесь на мой канал. Ну и вот здесь такой невысокий минорет и еще один бассейн. В продолжение нашей водной темы, да, в Бухаре идем смотреть Болухауз. Минорет, который встречает нас здесь, относительно новый, относительно невысокий. Видите, как здорово разукрашен, опять же, плиткой и такими изразцами, кирпичом. Это начало 20 века. Минореты здесь, видите, мастер и подмастерье. Опять же, занимаются вот той самой чеканкой по Миде. Здесь очередной бассейн, да. Повторюсь, когда-то их было больше сотни в Бухаре. Сегодня осталось совсем немного. Но Лябихаус уже посмотрели мы. А этот, друзья, смотрите. Сейчас так поверну и ахнете вы от красоты этой. Болухаус. То есть мечеть здесь еще 17 века. В начале 18 появляется вот такой крытый айван. Видите, огромный, деревянный. Резьба тут фантастическая. Причем по дереву, друзья. Вот эти свисающие все сталактиты. Деревянные. Когда-то мечеть вообще была открыта для посещения. Мечеть Сорока Колонны ее называли. Вот сейчас туда просто так не заглянуть. Ну и отсюда еще два шага пройдем мы сквозь редкую, но тем не менее важную для Бухары зелень в сторону нашей смотровой площадки, которая когда-то была водонапорной башней. Вот она проявляется как раз сквозь деревья. Перед входом на смотровую площадку башни вы уже видите и стены, и высокие башни той самой крепости Арк, средневековой крепости Бухары, которая сегодня, видите, со всех сторон окружена транспортными потоками. Ну важный это перекресток для города, что сказать. А вот она сама красавица башня уже вблизи, но перед тем, как подняться туда на самый верх, мы с вами выясним историю ее постройки. Важная водонапорная башня начала 20 века, которая, можно сказать, решила проблему в заснабжении Бухары в свое время. Здесь экспозиция как раз посвящена самому создателю Шухову. Здесь есть черно-белые фотографии башни и того, как она выглядела в разное время. И даже небольшой фильм показывает о том, как эту башню строили. Тогда бухарский леценат Мурзел Абдул-Вахид Бурханов, поэт под псевдонимом Музин, продал все свои минушества и потратил его на благородное дело обеспечения Бухары питьевой водой. В 1920 году, после свержения эмира, провозглашена Бухарская Народная Советская Республика. Абдул-Вахид Бурханов был назначен министром просвещения и здравоохранения этой молодой республики. В 1922 году в качестве посла своей республики в Германии он собрал и повез группу из 45 бухарских леценат в возрасте от 8 до 12 лет для обучения в Германии, один из самых передовых европейских стран. Но в основном Бухаре нужны были легкие и прочные канализационные и водопроводные трубы, которые выпускались в Германию. В 1927 году под его руководством возле здания «Арт» в Цитадель был построен водонапорная башня Шухова, и город получал воду из стальных трубах. Конструкция башни довольно проста. На кольцовом фундаменте установлено опорное кольцо, на которое прямо с земли без всяких приспособлений крепятся полоски металла. Через узлы их пересечения устанавливаются деревянные настыли, на которые с помощью блоков поднимаются новые детали для сборки следующего яруса. По вере готовности ярусов монтажная площадка по ступенам переносится на верхние узлы сетки. Высокая устойчивость, легкость, малое сопротивление ветру, быстрота сборки, экономичность и, наконец, архитектурная завершенность формы обслуживания широким строительством таких башен. Строительство водокачки в Бухаре было завершено в 1925 году, а уже в начале следующего года в городе начал работать первый городской водопровод. Вот так осторожно, друзья, двери закрываются, и мы с вами с первого уровня, там, где показывают кино, будем подниматься на самый верх. Ассаляму алейкум. Через считанные секунд 15 дверки уже открываются, и вы наверху, друзья. В 70-х годах 20-го века башня перестала работать как башня, как башня водонапорная. Здесь случился пожар как раз вот этой вот части, которая была деревянной, покоробила как раз сам бакс с водой. И какое-то время она стояла, разрушалась, никому особо была не нужна и не интересна. Только вот в 21-м веке решено было из башни сделать смотровую площадку. В том числе и нашлись инвесторы, французы, которые предложили здесь открыть небольшой ресторан. Он находится сразу под нами, тоже на высоте, панорамный. И главное, что отсюда открывается расчудесный вид не только на крепость Арк, которая совсем рядом, но и на всю Бухару. Давайте смотреть, друзья. Любопытно, что здесь есть вот такие таблички с километражем, например, до Куала-Лумпур. Почти 6000 километров, неплохо. Ну или как-нибудь в другой раз уже. Пока вот, что вам хочу показать. Та самая крепость, собственно говоря, фортификационный центр Бухары, с чего все начиналось когда-то в свое время. А вот и самый высокий колонн, колян или колонн, колонн-минарет. Большая мечеть и медресе, где мы сами гуляли, когда гуляли по старому городу. Не знаю, как все видно, попробую вот так вот еще сквозь оград. Вот вроде ничего. Вид-то, конечно, классический, что называется. Отсюда фотографии делать одно удовольствие. Плюс понятно, насколько Бухара не маленький город. Мы с вами находимся в самом центре. И посмотрите, вообще не видно, где он заканчивается. Многоэтажки Бухаре тоже есть, но они находятся уже сильно на окраине. На окраине, который уже такой исторической ценности особо не несет. Очень здесь здорово, что открытая площадка до города по-противу Нижнего Новгорода. Посмотрите, всего 3000. А до Санкт-Петербурга 3250. Это вот как раз направление на север, друзья. Да, город Минск 4000. И здесь, да, вот такая невысокая ограда. Я вот так камеру поднимаю, и все, и уже вам все хорошо видно, правда? Белесая такая традиционная для краешка пустыни дымка. Ну и, конечно, отличный вид открывается на нашу мечеть, на наш Болла Хаус. Посмотрите, вот он во всей красе. Вот так вот вам покажу, чтобы без ограды. Вот внизу бассейн, который мы с вами только что видели. Прячется там за деревом минарет. И, собственно говоря, сами 40 колонн здесь смотрятся очень даже неплохо. Вот такая, друзья, точка. Вот такая интересная точка, если хотите, в нашей экскурсии. Но мы не заканчиваем. Мы проголодались. Все-таки рынок рынком. Но пора, как мне кажется, показать вам и, собственно, попробовать нам, что такое настоящий бухарский плов. Он здорово отличается, я вам доложу, от харэзмского или самаркандского. Поэтому прямо сейчас отправимся на обед. И очень надеюсь, что вы с нами. Ну, а отведать плова решили мы в гостевом доме Лазис. Это практически центр Бухары, совсем неподалеку от Ля-Би-Хаус. Но видите, чтобы туда дойти, вы как раз вновь оказываетесь на этих узких каменных улицах Бухары. Очень они фото- и кино-геничны. Заблудиться здесь тоже легко. Но мы с вами справимся. Уже когда к гостевому дому подходишь, то можно смело ориентироваться по аромату плова. Потому что аромат уже на всю округу здесь интересный. Встречает нас сам хозяин дома. Я так же сделаю, с вашего позволения. Встречает и хозяйка, и мы, видите, оказываемся в настоящем узбекском махаля, в внутреннем дворе. Здесь еще и попугай, посмотрите. Да-да, привет-привет. И вот здесь мы как раз и будем смотреть, как хозяйка будет готовить плов. О-о-о-о-о-о. Уже все. Вы видите, готовится. теперь будет самая главная самая красивая часть вот они замочили и перед тем как мы должны и вот там они ее варят и я его жена быстро поспевать поэтому мы ее берем и чеснок тоже и перед тем как лиц прохать надо еще вытащить когда нам немножко вот этого загира потом уже масло у меня что согрелось я теперь и большие мяса обжарить если вы хотите чтобы клуб был золотистого цвета тогда мы сначала обжариваем лук это зависит самаркаде у нас он более белее поэтому я сначала обжариваю мясо потом бросаем лук и ожариваю вместе с мясом часть 1 4 часть морковки добавляю обжариваю теперь добавляю зиру соль добавила я говорю по моему рецепту добавила барбарис изюм добавила воду еще могу добавить если хочу чеснок и когда уже рис сверху чуть перемешан обязательно нужно накрыть его вот такой вот хэбэшечкой вы видите вот это важная история можно сказать фишка дело в том что тогда водичка которая как конденсат окажется на крышке изнутри она будет впитываться в эту тряпку и не будет превращать рис в кашу вот такая хозяйка вот такие и секреты минут через сать будем пробовать но вот так здесь уже на втором этаже для нас накрыли стол стол пока очень красивый как вы видите тут всякие вкусняшки салатики лепешки и вода на уже сам плов подоспеет совсем скоро и вот плов готов вот теперь его не то что можно перемешивать нет все равно видите нижние слои мы пока не очень даже видим но все вкусно пропиталась и маслом и вот этим вот мясным духом и теперь еще одна часть представления правильно положить плов поэтому видите его вот так вот в одну сторону сдвигают высвобождая вот эти вот нижние ряды там у нас слой сначала морковки а потом самом низу мясо для больших кусков мясо отдельно досочка до изюм уже очень такой набухший видно ну пока не а вот вот и нут появился да уже весь такой ой какие кусочки боже мой и этому шурпу и сейчас поели если голодными глазами на это смотреть это же вообще вот он ляган вот он ой какое великолепие какое великолепие и вот плов готов нам его принесли украсили перепелиными яйцами еще айвой и самими кусочками мяса очень вкусно пахнет сейчас мы это будем есть красота спасибо большое рахман сначала все это должны сфотографировать а потом попробовать ну что же вот мы и расправились с узбекским пловом хоть это было и не так просто это сытно это вкусно но теперь в неторопливом режиме мы с вами пойдем дальше продолжаем прогулку нашу остается за моей спиной вот эта крепость арк как раз огромная большущая мы были с вами с той противоположной стороны где площадь ригистан где шуховская башня а вот эта часть крепости уже как раз выходит в сторону старого города друзья до 1920 года там в крепости жили люди до 2000 человек только представьте в том числе долгое время именно там была ставка президенция бухарского эмира там были достаточно жестокие нравы и на площади ригистан оттрубали головы специальные ямы полные кровососущих насекомых бросали там за малейшую провинность и прочее-прочее-прочее сегодня эти ужасы позади сегодня там музей куда я сегодня пойду с вашего позволения вы прилетите как-нибудь в бухару и его себе позволить а вот так чуть с другой стороны выглядит самая большая мечеть бухары мечеть колян колон колюн колон колян по-разному я слышал как ее называют поэтому как вам больше понравится по и колон это собственно говоря вот весь комплекс вместе с медресе и миноретом который тоже появляется у нас на экранах повторюсь самый высокий в городе 46 с половиной метров но и вот здесь очень здорово посмотрите такая чуть пыльная но тем не менее прекрасная лазурь смотрится по солнышку здесь мы с вами уже были ну скажем так в этом районе мы были когда гуляли по старому городу сейчас продолжим наши прогулки еще немножко попетляем ну например вот здесь вот вроде бы в таком невзрачном районе города тем не менее 16 века находится кунжак это хамам 2 из действующих сегодня вчера я вам показывал мужской вот это женский только представьте тоже здесь 500 лет люди парятся тут именно дамы говорят что построен таким образом хамам чтобы можно было его при желании обогреть одной свечкой снимать там внутри нельзя поэтому даже не пойду никого беспокоить восприятие узбекской архитектуры очень важную роль играет солнце в зависимости от того с какой стороны вы видите тот или иной ансамбль производит то или иное впечатление когда по солнцу вот такого цвета пустыни выглядят эти стены и эти башни то конечно понимаешь как важно здесь лазурь как здорово да что научились уже там с 12 века здесь делать вот эти чудные голубые плитки чтобы вот такие получались ансамбли как здесь в бухаре столетика классно здесь рядышком есть несколько гостевых домов и отелей где можно например завтракать для с видом на поэконом на главный архитектурный ансамбль города в двух шагах от туристического центра тем не менее идет самая обыкновенная жизнь пацаны там играют в камень-ножницы-бумага здесь вот мальчишки нашли себе такую песочницу среди стройматериала посмотрите ну вот 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 так почему и нет а здесь находится медресе бывшее медресе которое будет выстроено последним эмиром бухарским советские годы интересно здесь находилась библиотека ну вот просто относительно недавно библиотека отсюда переехала видите здание пошло трещинами и поэтому сейчас там вот так одна часть отведена под какой-то выставочный зал и галерею а несколько других частей закрыт и вот здесь еще раз отчетливо виден этот уровень культурного слоя в бухаре эти постройки которым больше чем полтысячи они находятся сильно ниже всех остальных отелей и гостевых домов поэтому все время по городу проходя спускаетесь или поднимаетесь и вот еще разок подходим мы с вами к минарету двенадцатого столетия да скажете вы мы уже были здесь во время нашей пешеходной прогулки по старому городу сегодня обещал показывать окраины но ноги сами сюда меня привели друзья и вот там неплохой еще ресторанчик есть где можно вечерком например посидеть полюбоваться всей этой красотой вот сейчас центре экрана вашего без этой площади не могу я в бухаре вчера и вечером сюда приходил смотрел как все это выглядит в подсветке вот мечеть вот медреце колон и вот она раз чудесная майолика весь красота это медреце сегодня действующая поэтому мы с вами внутрь мир араб заходить не будем но вы знаете как внутри устроены медреце поэтому друзья тут для вас наверное не будет новостей скажу лишь то что советские годы это медреце было одной из немногих действующих работающих и многие известные духовные лидеры ислама советские годы они были как раз выпускниками вот именно этого медреце медреце мир араб ну и наверное еще два слова про мой любимый минарет вот не могу я все-таки мимо него пройти молча хоть и были мы с вами здесь на прошлой экскурсии сегодня совсем другое солнце хочу вам сначала показать его вот так против солнца посмотрите а теперь чуть обойти и показать еще раз по солнышку чтобы вы рассмотрели каждую деталь здесь очень интересная кладка очень интересный такой прорезанный посмотрите кирпич где-то какой-то декор какие-то кругляшки какие-то хвостики где-то ну понятно надписи гласит легенда что архитектор этого минорета тогда в 12 веке после того как возвел фундамент пропал на несколько лет из города заявив что я специально уехал чтобы меня не торопили чтобы дать осесть фундаменту потому что иначе такую грандиозную постройку не выстроить а фундамент и вкладку и раствор добавляли и мед перетертые орехи и верблюжье молоко то есть как некий такой вот цемент двенадцатого столетия ну и да легенду про то почему уцелел на реке тоже должен вам рассказать смотрите говорят что чингисхан как-то оказавшись вот здесь на площади и увидев этот минарет начал вот так поднимать голову так поднимал 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 и в конечном итоге у него шляпа упала шапка и он для того чтобы уже соответственно поднять шапку сам вынужден был поклониться и и поднять искал что да не перед каким сооружением я не кланялся вот тут вот так вышло понятно что это лишь легенда но факт остается фактом в тринадцатом столетии когда бухаре пришлось очень непросто из-за нашествия монголов этот минарет устоял минарет колумб минарет ну пожалуй один из самых ярких наверное тех что я видел в жизни и вот это береза от которой не оторваться ухара как таковая бухара которую надо видеть вполне может быть друзья что продолжение ваших прогулок по лабиринту улиц бухары вы вот так идете идете и тут оба и в нос ударяет вам аромат корицы и кориандра это значит что вы пришли вот в такой чайный дом шелковый путь посмотрите вот так выглядит вывеска очень даже интернационально да ну вот внутри здесь вот прям таки восток-восток заходите и сначала вас встречает вот такая лавка опять же специй и бадьяны корицы и кардамон и имбирь все здесь разные причем по-английски написано какие составы у каких сортов чая будут вас ждать и вот в таком интерьере можно устроиться и испить чайку представляете вот такое великолепие здесь совсем не жарко очень вкусно пахнет а тут есть даже топчан а вот там как раз хозяйка готовит все эти смеси поэтому если захотите как-нибудь не просто понюхать да все эти ароматы но и попробовать то здесь совершенно точно стоит притормозить и как найти это место это между третьим и вторым куполом вы скорее всего здесь будете проходить и не раз посмотрите такая площадь опять же с торговыми рядами с несколькими ресторанчиками сегодня мы не заглянули с вами ни в одну ремеслянную лавку пора исправить как раз этот пробел хоть и были на рынке посмотрели работы разных ремесленников в прошлый раз когда гуляли по старому городу а вот сейчас здесь находясь уже у второго купола завершить прогулку я бы хотел посещением небольшой лавки миниатюр здесь работает мастер и вся его семья ему как раз помогает то это прекрасно видите вот чудесного граната рисует ребята ассалам алейкум спасибо спасибо большое кроме того что здесь интересные картины огромный большой двухэтажный дом и не увешан есть что выбрать но здесь же есть и вот эти миниатюры на шелковой бумаге шелковая бумага до сих пор производится есть несколько небольших фабрик которые ее продолжают делать она совершенно потрясающая на ощупь вам сейчас я покажу друзья вот это она просто поверьте мне на слово как она интересна в пальцах можно увидеть собственно говоря кору вот этого вот шелкового дерева дерево на котором живет шелкоплет вот она соответственно и из нее эту самую бумажку делают она столетиями буквально не желтеет и вот такую миниатюру делают здесь мастера посмотреть очень много вот этих птиц это удоды есть легенда про то как все птицы разбрелись по свету искать бога и только удод никуда не полетел а ждал своих друзей на дереве граната и когда все другие птицы вернулись очень встали поели гранатовыми семечками естественно и сказали то слава богу мы теперь и дома и сыты и удод и сказал так вот оказывается бога то искать где не надо он в нас вот так видите поэтому здесь много этого мудрого удода еще много сцен охоты так старину правитель выбирал себе наследника частенько не по старшинству а всех отправляя на охоту кто был самый удачливый тот и соответственно наследовал ханство ну и шахеризада конечно куда же без нее рассказывала она если помните сказки тысячи и одной ночи но буквально под страхом смерти придумав расчудесный ход говоря вечерком что о продолжении интересной сказки я тебе расскажу завтра мол не казни меня сегодня такая история все современные сериалы как этим ходом у вас очень здорово спасибо рахмат рахмат все добро друзья заходите сюда чтобы такие покупки сделать и вот такие миниатюры привести с собой из бухары ну что он вот она центральная торговая улица и на этот раз уже мужской хамам и второй купол здесь мы прогулку нашу завершим с вас травешка если все понравилось подписка на мой канал друзья и бухара вот такая чудесная бухара должна быть тем городом куда вы прилетите как можно скорее